Что касается незаконности, либо неконституционности, не нужно драматизировать на самом деле. Дело в том, что это абсолютно нормально в правовом государстве, когда парламент принимает какие-то законы, и также нормально, когда Конституционный суд их аннулирует. Мы не можем говорить, что процедура по назначению генерального прокурора была незаконной. Потому что существует презумпция конституционности всех законов до того момента, когда Конституционный суд скажет обратно. На момент, когда проводилась эта процедура, она была абсолютно конституционной. Поэтому Конституционный суд аннулировал, либо объявил мне конституционный ряд положений, три основные стратегические направления этого решения, которые касаются исполняющего обязанности прокурора и роли парламента. Второе, это касается роли Министерства юстиции. Именно в частном конституционном контексте Республики Молдова, где в Конституции не упомянуто даже, что Министерство юстиции принимает участие в этом процессе. И норма Конституции, которая дает Верховный Союз прокурора, никоим образом не может быть интерпретирована таким образом, чтобы исключить Верховный Союз прокурора из этого уравнения. Поэтому это второе. А третье, что касается процедуры освобождения генерального прокурора. И именно по этим трем направлениям Конституционный суд вынес абсолютно оправданное решение. Я думаю, что это решение не стало сенсацией. На самом деле, никто абсолютно, я не видел, чтобы удивился этому решению, либо публично был бы недоволен этим решением.